Привет, меня зовут Макс Белоусов, я основатель агентства Aventure, который занимается продвижением компаний и личного бренда через мероприятия. И сегодня я бы хотел вам рассказать мое видение, мою точку зрения на проблему мероприятия, которое прошло в Санкт-Петербурге. Все вы о нем прекрасно слышали, это Synergy Global Forum, где супер спикер Шварценеггер и порядка 200, по-моему, у них там спикеров line-up, в общем, гигантский был, но они не собрали всю ВТБ-арену, и я хочу рассказать свое мнение с точки зрения специалиста по маркетингу, потому что я работал с ними, когда мы собирали Тони Робинса в Олимпийском, об этом тоже поподробнее сегодня расскажу. Я выскажу свое мнение, почему у них не получилось собрать 50 тысяч человек, вот они заявляли эту цифру в рекламе. Начну с того, что я работал с Synergy от лица компании MidPartners, тогда я и моя команда как раз занимались продвижением мероприятия Тони Робинс в Олимпийском, и конкретно я и моя команда собрали 15 тысяч человек, то есть 15 тысяч продаж сделали мы, а остальные сделали Synergy. Соответственно, почему мы тогда смогли собрать полный Олимпийский, 26 тысяч человек, при этом не за такой большой срок, мы начали активное продвижение буквально там за 7-8 месяцев до начала мероприятия самого, которое мы потом анонсировали 1 сентября. При этом я считаю, что дата не суперклассная, потому что большинство взрослых людей 1 сентября отводит своих детей в школу, то есть не очень дата, и то мы смогли собрать аншлаг. Давайте сейчас отвлечемся, то есть я понимаю, что многие в комментариях будут писать Тони Робинс шлаг, инфобизнес это отстой. Давайте сегодня не будем обсуждать тему инфобизнеса, тему конкретно Тони Робинса, хотя я ездил на его мероприятия за рубежом, потому что я до того, как мы продвигали Тони Робинса в Олимпийском, я занимался еще его продвижением, продвижением его семинаров в Лондоне, в Сингапуре, в Майами, в Амстердаме, в Австралии, в Нью-Йорке, ну в общем по всему миру. И я был на этих мероприятиях, у меня свое мнение по этому поводу, конечно, есть, и оно положительное исключительно, даже учитывая то, что все те, кто сейчас на сцене находится, там Ицхак Пентасевич, Петр Осипов, Аяц Шабудинов, Неслав Гондопац, они все там были. Они все там были, много из того, что Тони Робинс делает, они себе, так сказать, позаимствовали, мягко говоря. Поэтому у меня свое мнение по этому поводу есть, но не будем сейчас обсуждать сегодня Тони Робинс, мы обсудим сегодня именно само мероприятие, ивент. Соответственно, почему у нас тогда получилось собрать 26 тысяч человек, это гигантская сумма людей, которые собрались на монотренинге одного спикера. И, насколько я помню, насколько я знаю, это мероприятие вошло в книгу рекорд-агенса, как самый большой монотренинг, самый объемный по количеству людей монотренинг вообще в мире, представьте себе, да? Первое, почему это мы смогли сделать, потому что мы работали над фанатской базой. Когда меня и моя команда пригласили работать над брендом Тони Робинс в России и СМГ, тогда Тони Робинс не был в принципе известен на русскоязычной аудитории, то есть там его знали какой-то узкий круг людей, но массово он не был популярен. И когда я приступил к работе, то я и моя команда, мы сначала начали работать именно по предложению СММ, то есть в сообществе, потому что до нашей работы суммарно там было порядка 15 тысяч подписчиков в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук и Ютуб. После нашей работы конкретные цифры можете посмотреть в статье, мы опубликовали от нашего агентства целый кейс, там можете посмотреть. Все то, что мы сделали там со скриншотами, там все подробно. После нашей работы в течение двух лет мы собрали примерно, если я не ошибаюсь, порядка 400 тысяч человек. То есть 400 тысяч человек, понятное дело, что они как-то пересекались по базам, то есть кто-то мог быть подписан одновременно и на ВКонтакте, и на Фейсбук, и на Инстаграм, но окей, пусть будет даже 200 тысяч, 200 тысяч уникальных людей, которые знали про Тони Робинс. Это большая аудитория, и исходя только из того, что 200 тысяч человек фанатели у Тони Робинса, то есть они либо читали его книги, либо были подписаны на наши социальные сети, а в социальных сетях мы постили каждый день контент, по два, по три поста, видео какие-то, либо его цитаты. Это достаточно лояльная аудитория. Соответственно, в течение двух лет мы собрали этот пул людей, и на основе чисто вот моего опыта предыдущего, когда, опять же, мы с командой работали над продвижением других мероприятий, достаточно тоже крупных, и с артистами Blackstar тоже работали, у меня выработалась такая вот цифра 10%. То есть нужно перед тем, как организовывать какое-то мероприятие, скажем, какого-то там артиста, либо моноспикера какого-то, да, там, не знаю, ну, какой-то известной личности. Нужно посмотреть, сколько упоминаний этой личности, этого имени, либо там группы музыкальные есть в Яндексе, в Гугле, и сколько, в принципе, есть емкости рынка. Вот. Когда мы делали такие мероприятия, то примерно мы рассчитывали 10% от общего количества вот этого вот, которое получается. Соответственно, имея 200 тысяч человек, 10% от 200 тысяч, это примерно вот 20 тысяч человек, которые реально можно собрать в одном месте и продать им что-то, ну, я имею в виду мероприятие, да. Вот. Поэтому мы не сразу замахнулись на Олимпийский, но мы решили, что мы можем его собрать, и мы его собрали. Вот. Это первая причина. И что произошло с мероприятием, которое было в Петербурге, да, в Питере? Во-первых, там, ну, понятное дело, что главным хедлайнером конференции Synergy Global Forum в Питере был Шварценеггер. Но проблема заключается в том, что, ну, у Шварценеггера нет такой прям фанатской базы, да, которая там прям сидит и хочет куда-то там поехать его послушать. Потому что для большинства Шварценеггер – это чувак, который снимался в фильмах, и вряд ли он может что-то интересное рассказать. Шварценеггер являлся губернатором Калифорнии, он снимался в многих фильмах, понятно, много его достиг в спорте, там, и в кино. Но вот конкретно я могу сказать, что нет у меня большого желания прям прийти его послушать. То есть мне достаточно, знаю, купить книгу, либо там можно его посмотреть, какие-то мотивационные речи в Ютьюбе. Это раз. То есть хедлайнер так себе, ну, я считаю, да. Тони Робинс, он был для России новый. То есть до этого не было вот такого спикера, который вызывал такой большой ажиотаж. Я сейчас не говорю про полярность этого ажиотажа плюс или минус. Он, в принципе, был этот ажиотаж. И мне кажется, что Тони Робинс, он круче как хедлайнер, нежели как Шварценеггер, да. Потому что, ну, они разные. Дальше. Мне кажется, это чисто, опять же, мое мнение субъективное, да. То есть я тут никого не осуждаю, не критикую. Я высказываю чисто свою профессиональную точку зрения. Мне кажется, что мероприятия с моноспикерами собирают больше людей, чем мероприятия с гигантским лайнапом. То есть когда там по 100-200 спикеров. Почему? Опять же, потому что, когда есть определенный моноспикер, это как законченный продукт, финализированный продукт. То есть это как пойти на концерт Земфиры, либо услышать эту же Земфиры в каком-то там, в какой-то солянке других ста артистов на каком-нибудь там, не знаю, фесте, да, там, знаю, там, какой-нибудь там, любой. Ну, то есть мне лучше, мне приятнее пойти на концерт Земфиры, послушать Земфиру 2 часа, чем нежели прийти на какой-то фест и на какой-то из сцен послушать только ее там 3-4 песни. Ну, как бы, понимаете, да, о чем говорю? Проецируя это на мероприятия типа как Synergy Global Forum, ну, блин, ну что может чувак рассказать за 15 минут, полчаса, либо час? Ну, как бы, вот, ничего сверхъестественного он там не расскажет. Люди это как бы, ну, мозгом-то понимают. И судя по тому, как я вижу эти мероприятия, то есть что, какой там пост-пиар, там, как люди об этом рассказывают, мне скорее кажется, что такие мероприятия, они созданы чисто для поддержки своего эго. Ну, то есть типа вот я там был, там, ну, я крутой, я хожу, я сам развиваюсь, и у меня есть бабло на то, чтобы сходить на мероприятия со Шварстнеггером, да. То есть это чисто просто как часть образа, да, который люди, многие, держат. Это как, я не знаю, там, купить шмотки в сумме. Бесполезно, но типа круто. Потому что, опять же, ну, не знаю, просто я имел дело работать с суммом, я знаю, что, ну, 90% шмотя, который там продается, его нужно купить на World 3, там, не знаю, во Франции, там, в 10 раз дешевле. И многие люди об этом знают, да, но при этом они там покупают просто ради того, чтобы показать, что я могу. У Синергии есть еще одна гигантская проблема, которую я вижу, и с которой они, ну, общаясь с Советовым и Слобовым, я так понял, они не хотят с ними ничего делать, и с Юрковым их директно по маркетингу, это пуш-маркетинг. Пуш-маркетинг – это когда вы со всех щелей видите рекламу какого-то там события, мероприятия, продукта, услуги, и, как бы, купи-купи-купи, короче, вот. Соответственно, спрашивая, как бы, команду Синергии, почему они, как бы, на это идут, они мне, ну, прямо сказали, что их математика бизнеса устраивает, то есть, как бы, им, ну, как сказать, параметры складываются, то есть, да даже если у них там клик будет 50 рублей, там, 100, там, и заявка 1000, они все равно будут окупаться, ну, грубо говоря, да, поэтому они не заморачиваются на, там, прогрев аудитории, там, не знаю, на выстраивание каких-то лояльных отношений, там, контент-маркетинг, не знаю, там, еще что-то, то есть, им это не надо, то есть, вот, просто фигачим рекламу, как, знаете, когда открывался магазин Юникло в Москве, в торговом центре Атру, они, значит, ну, Юникло, они обвесили щитами рекламными всю станцию метро Чкаловская, просто вот едешь по эскалатору и одни щиты Юникло, вот это куш-маркетинг, то есть, это навязывание свои услуги продукта социуму, да, это неплохо, нехорошо, это их стратегия, но в данном случае она не сработала, да, потому что оффер, продукт, который они пуляли массом, он, ну, не такой крутой, чтобы прямо на нем взять и прийти и отдать бабло, да, если взять других, то есть, у них позиция, как бы, какая, когда я его не спрашивал, зачем вам такой большой лунап, естественно, они отвечают, ну, логично, то, что каждый из спикеров имеет какую-то свою аудиторию и, как бы, когда они берут этого спикера в лайнап, добавляют, естественно, ну, они ожидают, что вот эта вся аудитория, она придет послушать этого спикера, таким образом они вот собирают вот это вот мероприятие, да, но я не думаю, что, не знаю, фанаты Оскара Хартмана, которые ходят на его, там, не знаю, какие-то там мероприятия, там, или, там, какой-нибудь Екатерина Уколовой, да, там, которые подписаны на нее, там, в Инстаграме, они вот конкретно ради нее заплатили, там, 25 тысяч рублей и пошли их послушать, ну, тоже так себе, как бы, логика, да, поэтому тут мы имеем слабое СММ, пуш-маркетинг, то есть навязывание людям продукта и слабый продукт, то есть, еще раз, отсутствие фанатской базы, отсутствие прогрева теплой аудитории, отсутствие, в принципе, СММ как такового, второе – это пуш-маркетинг, навязывание, и третье – это слабый продукт, вот. Я прекрасно понимаю этого, я прекрасно понимаю, там, команду Синергии, что они хотят привозить крутых спикеров, крутых профессионалов, но заявлять 50 тысяч человек, как бы, ну, это было, ну, реально амбициозно, поэтому, ну, не дожали, не докрутили, то есть, можно было как-то это подать круче, круче в плане упаковки, в плане позиционирования, в плане смыслов, которые, там, ну, можно как-то это все упаковать и подать это и на сайте, там, и в рекламных сообщениях, а не просто долбить рекламой, завесить весь Петербург рекламой, там, и ожидать, что люди, типа, купят, это как, ну, мне кажется, в 2019 году в России это уже не работает, то есть, ну, возможно, это было, это работало бы, там, я знаю, там, 3-5 лет назад, но сейчас люди уже поумнели, потому что есть уже определенный клиентский опыт, то есть, люди уже, ну, это, знаете, это можно сравнить с, скажем, вот, возьмем какой-нибудь город, да, там, на периферии, где ничего не происходит, да, соответственно, там, если туда приезжает, скажем, Баста с концертом, естественно, там весь город туда придет, но если взять Москву и Питер, это аудитория, ну, аудитория людей, которая уже объелась, ну, всяческими ивентами, всяческими конференциями, ну, там, разного масштаба, и ожидать, что если ты вот прям там весишь всю Москву, весь Питер, там, счетами со Шварценеггером, то они, как бы, придут и купят, вот, поэтому нужно было двигаться по-другому, то есть, я бы шел в историю утепления аудитории и распаковки смыслов данного мероприятия, потому что можно было очень круто это все упаковать и подать, скажем, там были крутые специалисты по маркетингу, по бизнесу, по менеджменту, там, по продажам, по, там, другим темам, да, и хотя бы просто взять и выслать, скажем, личные приглашения топ-менеджером, там, владельцем компаний, где им расписать, сколько они могут сэкономить денег, срезать костов, если они послушают этих специалистов и применят их, скажем, знания у себя в бизнесе, ну, я, грубо говоря, накидываю идею. То есть, можно было поменять подход, и я уверен, как-то вот скреатить, что-то прикольное придумать, как-то в инфографике что-то показать, а не просто Шварценеггер, 50 тысяч участников, 200 спикеров, идите. Ну, мне это напоминает, когда я только-только начинал заниматься в продвижении моментов, как я продвигал Владиславу Гондопасу, да. Да, мы собрали туда ему два мероприятия в Свис-отеле, это Self-Made Man и Полноценная жизнь, у него два тренинга было, но, ну, как бы вся реклама была реально такая, вот, пуш-маркетинг. Ну, туда он работал, потому что это было, там, если не собрать, получается, три или четыре года назад, в датах я немножко путаюсь, там, ну, на сайте указаны даты, посмотрите, там, кейсы. Мы просто запустили рекламу ВКонтакте и Фейсбук, мы, там, даже реально люди писали, что мы Радислава Гондопасу видим чаще, чем свою жену и ребенка, да, так же, как и с Тони Робинс и с Шварценеггером, но тогда это работало, потому что, ну, не было много рекламы, сейчас реклама везде, то есть реклама на улице, в компьютере, в айфоне, даже в ваших электронных часах реклама, когда вы смотрите сериал рекламный. И дело-то не в том, что реклама плохая, да, я не говорю, что реклама, в принципе, не работает или то, что, не знаю, там, дизайн рекламы плохой, у людей просто ценностей нет. Это можно сравнить с тем, что, если, скажем, вот, вы никогда не видели айфон, и я, скажем, к вам подойду, скажу, купите мне айфон за 5000 рублей, и вы будете думать, как бы, ну, при этом не видя до этого айфона, вы будете думать, это хорошее предложение или это плохое предложение, потому что до этого вы не знали, что такое айфон, предположим, вы всегда пользовались Моизу, который стоит 9000, или там, Самсунгом, который стоит 15, и вы сравниваете с тем, что вы уже видели, с чем вы уже пользовались. Соответственно, вы сравниваете с ценой в 10-15 тысяч рублей, но айфон не стоит таких денег, он стоит 100 тысяч. Соответственно, если бы вы знали, что айфон стоит 100 тысяч, а я бы вам предлагал его за 5, то это было бы уже другое, то есть у вас уже было бы другое отношение к моему предложению, да. При этом, если бы я вам показал, что он реально рабочий, он не китайская копия, вы, естественно, бы его просто, ну, выхватили у меня из рук бы и, естественно, как бы купили бы это, потому что ценность превалирует цену. Но когда люди не видели айфон ни разу, и они не понимают, какая ценность от него, да, то сколько бы вы не предлагали цену за данный продукт, какую бы вы скидку не делали, сколько бы вы рекламу не вешали, ну, люди не купят, да. Дальше идем. Еще одна проблема, которую я увидел, которая, возможно, не мучилась энергия, это отношение сейчас, в принципе, к инфобизнесу в целом, да, и, там, к такого рода мероприятиям, потому что я не скажу, что в России, в принципе, там, не знаю, там, люди перестанут ходить на мероприятия, на конференции, там, инфобизнесменов, там, не знаю, какие-то бизнес-мероприятия, и что массовые такие мероприятия, они умрут, нет. Я говорю о том, что сейчас просто идет определенный тренд, то есть рынок разворачивается, разворачивается в сторону более контентных мероприятий, где четко, конкретно по делу, тем более в России, то есть в России люди всегда должны, ну, хотят понимать, за что они платят бабки. То есть, скажем, если мероприятие 125 тысяч рублей, то они должны понимать, ага, мне эти бабки должны окупиться, то есть у нас еще не так развитый ивент индустрии в России, чтобы люди осознанно могли идти на мероприятие, понимая, что просто они туда идут за тем, чтобы просто туда идти, да, как в Америке, в Америке каждый день проходит мероприятие, здесь как бы люди к этому относятся так, типа, ну, как целое событие, типа, да, вот они, вот, поэтому они, естественно, ожидают много вот такого мероприятия и хотят пользы, а если это 200 спикеров по 15, там, 30 минут выступления, ну, о какой пользе там может идти речь, когда, даже если у спикера 45 минут выступления, то первые 10-15 минут он выходит просто, ну, на сцену представляется, там, рассказывает, кто он такой и почему его стоит слушать, а дальше, соответственно, он пытается расположить себе зал какими-нибудь там шутками, там, не знаю, минут 15-20 контента, и дальше там реклама там чего-то, там, его там бизнеса, там, услуги, там, и, ну, как бы окончание его выступления. То есть, ну, по сути, там 20 минут контента, там, 20-30, ну, что можно 20-30 минут уместить полезного, чтобы прямо вот какой-то инсайд случился, при этом, который люди до этого нигде не слышали. И, естественно, все понимают, что, ну, не будет там никакого там вау-эффекта. То есть, скажем, вот у компании BBI, которая там 3 или 4 месяца назад прижала в наш офис, мы там хотели посотрудничать по мероприятиям на Сима Талиба. Вот они привозили на Сима Талиба, и у них формат мероприятия спикер на Сим Талиб выступает в течение целого дня, да, и люди понимают, что если они там платят 50-70 тысяч рублей, они там действительно какие-то инсайды получат, которые, ну, не только в книге можно прочитать его, да, или там в открытом доступе. То есть, что-то уникальное там будет, вот. Сейчас отношение социума к такого рода массовым мероприятиям, оно хуже, намного хуже, потому что есть много хейтеров, много блогеров, которые подхватили. Эта волна, в принципе, началась после Олимпийского, да. Опять же, вспоминаю то, что мы сегодня не обсуждаем организацию, не обсуждаем самого Тони Роббинс, мы обсуждаем конкретно ивент, да. Ну, волна хейтера поднялась, и рынок немножко развернулся. Да, рынок развернулся, и отношение к такого рода мероприятиям, оно поменялось. Вот, соответственно, это следующий момент, почему не получилось собрать, да. По поводу прогрева аудитории, очень крутой кейс, который есть в нашей копилке от Экарт Толли на 6 тысяч человек в Крокус-Сити-Холл, там мы использовали прогрев аудитории через воронку, да, то есть автоворонки, воронки можно и нужно использовать в ивент-сфере, и они очень круто работают, потому что 2 тысячи продаж мы сделали на горячую аудиторию, которую знали Экарт Толли, Экарт Толли это немецкий писатель, который написал книгу «Сила настоящего», The Power of Now. Остальные продажи, остальные 4 тысячи продаж мы сделали на аудитории, которые не знали Экарт Толли, да, то есть это была около аудитории, которая там интересовалась йогой, там эзотерикой, ну, такая аудитория, да, там вегетарианцы и так далее. Вот, соответственно, мы им раскрывали ценность данного мероприятия и ценность данного спикера с помощью писем, с помощью каких-то видео, статей, которые люди получали, постепенно утепляясь, и в итоге мы сделали еще 4 тысячи продаж на холодном аудитории. Мне кажется, здесь стоило бы сделать так же, то есть как бы я продвигал мероприятия в Питере, да, учитывая, какими бюджетами обладает синергия, можно было это все сделать достаточно, ну, так, бюджетно-дешево, я уверен, да. Как бы я сделал? Я бы, во-первых, собирал бы контакты людей, да, то есть на что-то бесплатное, что-то полезное. При этом разделил бы все эти полезности по спикерам, по темам. То есть рекламировал бы спикер, который рассказывает про маркетинг на аудиторию маркетинга, там кто-то про продажи, там может даже пул спикера про продажи на тех, кому актуальны продажи. И люди бы подписывались на рассылку конкретно от этих спикеров, где они что-то уникальное бы рассказывали, да, что-то уникальное бы давали. Не просто какой-нибудь там чек-лист, да, там из 10 советов по продаже или по маркетингу, а какие-то реально крутые, записанные конкретно под это мероприятие видео, да. Это раз. То есть мы набрали базу людей. После этого с этой базой можно было бы уже работать. То есть можно было бы их утеплять, рассказывать им про само мероприятие, про то, какую пользу они получат, да, не просто там список спикеров, а конкретно рассказать, что каждый спикер себе представляет, что полезно у них, в каждом спикере, да. Дальше я бы внедрил какую-нибудь геймификацию, потому что сейчас тренд 2019 года и ближайшие два года – это геймификация. Возможно, вы видели там какие-то квесты, которые сейчас проводятся в ВКонтакте. Наша команда тоже это все реализовывает, и у нас крутые показатели после этого. Мы это даже реализовывали с продвижением мероприятия Тони Робинс за рубежом. Мы выводили на обложку ВКонтакте людей, которые только что вступили, либо которые репостнули запись в закрепе, либо которые поделились своим мнением о Тони Робинс. Здесь можно было что-то такое же делать, и можно было это обернуть в, скажем, в каком-нибудь квест. Потому что сейчас людям надоела реклама влог, им хочется как-то взаимодействовать с продуктом и играть, зарабатывать баллы. Скажем, вот я видел, что Оскар Хартман поставил мировой рекорд на сцене. Можно же было это как-то обыграть, поддержать Оскара Хартмана. Ну, то есть, как-то что-то прикольное можно было придумать. Не просто влог, идите и купите. И я уверен, это бы круто сработало. По сути, для Синергии это бы не стоило дополнительных денег, потому что они потратили только на привлечение вот этой базы людей через лид-магниты каждого спикера. Дальше с этой базой можно работать как угодно. Дальше монетизация этой базы – это просто дело вашей фантазии и профессионализма маркетолога, который работает над этим мероприятием. То есть, опять же, там, вовлечение, гимификация, утепление аудитории. И я уверен, что это бы Синергии принесло гораздо больше денег, нежели та стратегия, которая у них сейчас. А сейчас у них стратегия какая? Шлепнуть сайт, вложить в рекламу 5-10 миллионов в месяц, просто везде показать рекламу, человек оставляет заявку, дальше его задолбывают звонками. Как бы мне Синергия, я знаю, звонила раз, не знаю, 20-30 за последнее время. При этом я им несколько раз уже говорил, что мне неинтересно, мне не хочется, мне это неактуально. Но, видимо, информация либо не сохраняется у них в сервере, либо еще что-то. То есть, они всегда долбят. Ну, как бы людей это раздражает. Ну, то есть, не лучше было бы сделать, чтобы человек сам захотел прийти на мероприятие, сам бы позвонил, как бы и сам бы хотел купить билет, а Синергия бы говорил, нет, у нас как бы, извините, sold out. Типа, у нас уже билеты кончились. Вот это круче было бы, согласитесь. Поэтому, как бы, то ли им не хочется париться, то ли, как бы, ну, нет у них там, как бы, другого видения того, как это можно сделать, да. Ну, я поделился своим видением, да. Вот, поэтому, если, ну, подытожу. Если вы занимаетесь мероприятием, да, если у вас, там, не знаю, там, музыкальная группа, вы моноспикер, инфобизнесмен, профессионал своего дела, вы хотите, например, компания, вы хотите сделать свой ивент, свое мероприятие, то я бы вам советовал, как минимум, перед тем, как вваливать в рекламу, вваливать, там, в организацию, в площадку, там, в спикеров, там, в гонорары, сесть, нормально продумать, просчитать финансовую модель, просчитать все параметры бизнеса, да, там, сколько вы хотите с этого заработать, сколько есть емкость рынка, какое отношение сейчас у рынка к такому роду мероприятия, какие есть конкуренты, которые могут повлиять на доходимость до вашего мероприятия, будет ли хорошая погода в этот день, даже не знаю, потому что, если идет дождь, то 30% в день просто тупо не доходит до мероприятия, какую цену билета поставить, не просто, там, вот так вот палец, там, полизал, там, вверх, там, поднял, там, и определил, что будет цена, там, 30-50 тысяч рублей, нет, это нужно реально просчитать, с позиционированием нужно поработать, с упаковкой мероприятия, со смыслами, с пользой для людей, да, там много моментов, которые реально стоит сесть и продумать до того, как начать продвигаться, да, поэтому я уже не говорю там про стратегию привлечения и утепления и продажи клиентам, поэтому ивент индустрии, она не такая, как простая, как многим может показаться, типа, взял, там, пыльный сайт, реклама, там, все, и у тебя там 10 тысяч продаж, нет, рынок очень гибкий, очень динамичный, он каждый день изменяется, и нужно прям реально держать руку на пульсе и понимать, что сейчас людям нужно, да, и работать правильно с аудиторией, вот, поэтому спасибо за внимание, сегодня мы говорили про то, почему Синерги не смогла собрать полный зал на мероприятие Синерджи, Global Forum, который проходил в Санкт-Петербурге, подробнее про меня, про мою компанию, и про кейс Tony Robbins в Олимпийском, как мы его собирали, можете прочитать в описании к этому видео, по ссылочке, если вам понравилось, если вам понравилось это видео, если вам было оно полезно, поставьте лайк, напишите в комментариях, о чем вы бы хотели еще, чтобы я рассказал в сфере ивента, в сфере продвижения, вот, и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, спасибо, с вами был Макс Белоусов, сооснователь агентства Adventure, пока!